И вернемся к основным темам дня. Госдума предлагает наказывать за пропаганду блатной романтики. А это значит, штраф должен будет заплатить любой публичный исполнитель песен такого жанра, как шансон. Что думает об этом иркутяне, узнала Юлия Поспеева. Ну а далее специально по просьбе Людмилы. В эфире у нас Михаил Круг с песней «Владимирский Централ». Поехали! Весна опять пришла. Ни один эфир радиоведущей Дарьи Кораблева не обходится без песни Михаила Круг. Но вполне возможно, что скоро его и ряд других исполнителей запретят на государственном уровне. Потому что преступников, по мнению авторов законопроекта, в подобных песнях представляют романтиками и героями. Но пользуются популярностью такие композиции среди слушателей радио «Шансон Иркутск» точно не из-за этого. Почему дама выбрала для мужчин такую песню «Владимирский Централ»? Ну может у них что-то связано, что-то было под эту песню. Мы же танцевали, а не когда-то там на празднике. И для нее там это очень приятно вспомнить и для него тоже. Песни в стиле шансона можно часто услышать в общественном транспорте. Водитель автобуса Евгений Демидов категорически против запрета на такую музыку. Нормальные песни, как сказать, кому нравится, кто-то пускай слушает. А кому не нравится, там криминального ничего нет, матершинных слов тоже нет. То есть песни жизненные. Несколько лет назад законодатели уже обсуждали инициативу, по которой включать музыку в общественном транспорте вообще нельзя, так как идет нарушение авторских прав. Но это предложение они утвердили и решили просто не разрешать водителя включать музыку громко. Нарушением считается, когда песня превышает по уровню шума работу двигателя или разговоры пассажиров. Куда нужно будет жаловаться на нарушителей, если законопроект утвердят, не сообщается. Сейчас известно, что в черный список могут попасть и фильмы, например, такие, как «Бригада» и «Бумер». Но окончательно реестр запретных произведений будет сформирован, если депутаты Госдумы проголосуют «за». Андрей Крутов также будет принимать участие в этом голосовании. Его коллега по фракции – автор предлагаемых нововведений. Любой депутат обладает у нас правом законодательной инициативы. Даже если эта инициатива не будет поддержана впоследствии коллегами, он имеет право ее внести в Государственную Думу. Она будет рассмотрена. Откровенно говоря, я сомневаюсь, что подобного рода радикальные предложения не найдут поддержку основной массы депутатов. К тому же, как показывает многолетний опыт, строгий запрет может вызвать абсолютно противоположную реакцию. Юлия Поспеева, Андрей Назаров. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин